Я знаю, что вы очень, на самом деле, тщательно обдумываете роль, прежде чем на нее согласиться. Потому что вы, в отличие от некоторых ваших коллег, не скажу, что многих, от некоторых, всегда понимаете, что потребитель, зритель, он зачастую исполнитель роли и персонаж ассоциируют друг с другом. Вы в свое время там отказались транссексуалы играть, потому что не хотели, чтобы потом кто-нибудь в очереди, где-нибудь или в метро, что-нибудь у вас выясняло по поводу этого. Здесь с этим персонажем у вас не было никаких проблем, вы сразу погрузились в него. Я прочитал сценировку, я понял, что еще плюс к тому, когда мне сказали, с кем я буду играть, кто будут мои партнеры. С кем вы будете, да, играть. Там, во-первых, я могу сказать, что, ну вот, например, я не главный герой, нас три. Как же? Нас трое, трое. И двое других. Да, но вот этих двух других не будет подход. Так. Поэтому там три главных героя. Я, Илья Исаев и Степан Морозов. И поэтому я не могу нас разделить. А так как я с ними и в жизни дружу и прекрасно общаюсь, то это тоже, скажем так, 90% к тому, что я согласился. А, то есть для вас это существенно, да? То есть вы комфортно себя ощущаете? Я прекрасно себя ощущал, потому что я понимал, что нам не надо будет играть в дружбу. Мы будем просто существовать, как мы существуем в жизни. У меня вот какие-то остались ощущения, ну, от прочитанной когда-то повести, что это смешная вещь. Что там, в общем, в основном все как-то так... Так это все рассказывается, в том-то и дело. Поэтому я иду к вопросу о том, что легкое это чтиво или нелегкое. Написано легко, да, ты улыбаешься, ты смеешься, когда... Особенно когда ты понимаешь, что все эти ситуации, вот они. Вот как там человек подумал, что полюбил, женился, в результате понял, что это все не то, пришли друзья и разрушили все к чертовой матери. И это есть, а так бывает. Так бывает, да. Или когда человек пытается, ну, сделать какой-то шаг, да, изменить свою жизнь. И, опять же, друзья объясняют ему, почему не надо это делать. И начинают приводить примеры. Просто если я сейчас буду на эту тему говорить, то я расскажу, есть спектакль. Нет, нет, нет. В смысле тогда на него приходите смотреть. Пусть останется интрига, да. Пусть придут люди и посмотрят. Поверьте, что вот эти ситуации, они есть у каждого человека, вот практически у каждого. Просто все это все-таки показано немножко, ну, так как это написал мужчина, все-таки это показано немножко с мужской точки зрения. Иногда некоторые в ряд, ну, вот я так со стороны слышал, что говорят женщины по этому поводу. Некоторые женщины сопротивляются нашему взгляду на них, вот. И это же не наш взгляд, это даже этот взгляд Аверченко. Вот. Они говорят, что это можно было сократить, мне кажется, вот эту сценку надо было отодвинуть. Понятно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. Прочитtil, в 19.30 на телеканале Nemomo. Продолжение следует...